Как мы уже говорили с вами о символизме кипы, мы уже имеем здесь кипа, но также и существует еще одно понятие талис, то в иудаизме, что называется покрывало, молитвенное покрывало, обличение в праведность, благодать, милость Божью. И Писание также говорит, ты покрыл меня в день брани, то есть когда ты молишься, ты должен одеваться. Но я вам честно могу сказать, что это новое новшество в иудаизме. Фактически с приходом моды, одежды, костюмов и так далее, нужно было сделать решение, от платьев перейти к другому образу и применение в иудаизме символов, которые привыкли евреи того времени, во времени Ишуа. И фактически четырехугольное покрывало, которое есть, цицит, с такими кистями, которое на конце было взято из того времени, когда, говори на твой край одежды, будешь делать одежду четырехугольную, повесь цицит. То есть это напоминание тебе о заповедях, о том, что Бог наказывает тебе быть чистым, праведным. Я верю, что это правильный подход к этому вопросу, но вопрос для меня лично, каким оно должно быть. Много есть очень разных символизмов, но что важно для нас понимать в этом символе, это то, что мы обличаемся. Ишуа говорит о том, что когда зайдешь в свою комнату и говори Богу в тайну, и Он в тайну сделает явным. Вот когда там говорится зайти и закрой комнату, фактически так обличаются евреи, как бы в тайную комнату, где они молятся Всевышнему. Символизм очень простой, но в нем есть много-много поучительного, что твои тайны, они всегда должны быть в молитве перед Богом открываемы. И мы говорим молитвы Богу в тайне, Он делает их явными. И это прообраз, это символ для нашей молитвенной комнаты.